Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinas, и сегодня мы поиграем в такую игру под названием Чистый Человек. А я, в принципе, откуда эту игру нашел? Я иногда захожу к нам в группу и в описание, там в темки разные, знаете, там темки есть такие, что вы можете предлагать мне свои игры. Я нашел эту игру именно там, я смотрю иногда туда, заглядываю, но там в основном половина таких игр, которых я даже не то что не стал бы проходить, Ну, половина на английском, половина еще на чем-то, но, например, вот эту игру мне захотелось взять, потому что она сделана на RPG Maker и, в принципе, тут английский, но его немного, как мне написали, так что, в принципе, можно попробовать. Я немножко поиграл в эту игру, посмотрел, что там да как. Давайте начнем, чтобы долго не рассказывать, долго выступления такого не было, сразу попробуем разобрать, что тут и как тут. И там написано было Chapter 1, то есть, возможно, даже глава первая. Мы начинаем и видим какую-то красную непонятную линию, биение сердца и слизь, что ли, которая там лезет или хрен его знает. Как я понял, нам надо нажимать вниз, чтобы вот эта вот хрень, которую вы видите на своих экранах, ползла вниз. Я бы могу предположить, что это какое-то яйцо выходит откуда-то, но еще больше это похоже на, знаете что, на 12-ти какую-то там кишку, да, и с нее выходит какашулька просто. Вот с задницы сейчас вылезет и все. Ну, конечно же, если вы кушаете, то лучше бы вы не кушали, так что вот такие дела. Короче, как мы только зажимаем полностью, она уходит. Сюжет игры каков? Это еще не игра, друзья, если кто не понял. Я не знаю, что это вообще такое было, если честно, потому что я сам не проходил ее. Так вот, слепое прохождение. Играем мы за какого-то... Я так и не понял, парень это или девушка, потому что там какой-то Мизуки или Мисута, я не помню какое там имя, японское какое-то. Как вы видите, жанр RPG-шный, то есть, ну, движок, сделано, видите, да, не как в тех пикселях, в пикселях, которые мы привыкли видеть, да. И что я хочу сказать, то есть, человек просыпается, ну, сюжет игры какой, просыпается, и нам надо понять, сон это или нет, то есть, что вообще происходит, я не знаю. Но, в принципе, мне интересно стало от этой игры, я иногда проверяю игры, да, там, качаю. Я вот немножко поиграл, и мне что-то она приглянулась, я подумал, ну, стоит записать, наверное. Мы находим карандаш, находим вот такой вот Memories, это означает, что это означает? Сохранение, то есть, мы можем тут сохраняться, как вы видите, я уже сохранялся, и такие вот рисуночки красивые можем видеть на своих экранах. То есть, давайте попытаемся выйти, мы выйти не можем, дверь почему-то закрыта, и всё. То есть, я вот люблю такие игры, в которых надо местность осматривать всю, и что нам надо делать? Именно местность осматривать, но, видите, ни хрена, честно говоря, нету, может быть, лечь опять поспать? Нет, ничего не происходит. И выйти мы не можем, и просто, я не знаю, мы в тупике. Может быть, опа, что-то щёлкнуло, и это что-то открывает нам, ммм, пароход, тайный проход. И игра как бы говорит, то есть, во сне ты или не во сне, ты должен это выяснить, только лишь, я не знаю, побродив, поискав. Ну, честно говоря, мне кажется, это сон, потому что какой нормальный человек, если заперт в комнате, полезет по вентиляционной решётке? Тут же нам надо выбить эту решётку, самим нажимая, причём не заставка, сами играем. Это тоже интересно. Стиль, честно говоря, такой у игрушки необычный, но нет. Нет, и всё. То есть, непонятно, что это означает. Пиксели, да, как бы рпчшные хорроры. Так, давайте попробуем проникнуть, проникнуть в эту игру. А я думаю, что это сон, потому что, ну, если бы это не было сном, то ничего бы не было интересного. Мы попадаем в какой-то прям хорр, в какой-то ужасный, непонятный, в котором какие-то стрёмные картины, темнота и кот, кот мявкнул. Может быть, у нас есть? Опа, сзади что-то открылось. Я надеюсь, там ничего нету. А ну-ка, тук-тук, никого нету. Тапочки, чьи-то, зайчик. Что-то мы зайчика тронули синего. Так, что вот это на столе? Ключ. Ключ, который нам поможет выбраться дальше. Ух ты же, бляха, муха, котяра сраная. Ты чё, меня пугаешь? Ты чёрная. А ну, стоять, я сейчас тебя как повыдираю. Все твои шерстяные. Мя-мя-мя. Мы, мы, как бы, дергаем кота за хвост. За анус. Тут есть выключатели, так же, как вы видите, но они ничего не делают. Что ключ? А, то есть, вспомнила, что у тебя есть ключ, и ты можешь пройти дальше, да? Ну, давайте посмотрим. Пока никаких тут нету моментов, чтобы текст был какой-то или что-то подобное. Ну, инди-игры, они всегда необычные. Смайл-кэт. Улыбающийся кот. Корм для котов, кошек и прочих бомжей. Так, что это у нас тут? Какой-то, какой-то, какой-то ушинчик. Давайте сохранимся. Ещё раз. Грустный котик. Вот такие дела. Я не знаю, честно говоря, что тут будет, но, думаю, игрушка будет интересная. Пока что непонятно, дом это мой или чей. Кто-то прозбрасывал вещи. О, боже. Может, стоит её уронить, чтобы она развалилась. Это как будто бы светильник, но почему-то там есть мера. Как в стаканах, которые там, я не знаю, для приготовления еды. Может быть, туда что-то налить. Но пока что у меня ничего нету. И инвентарь. Я не нашёл инвентарь, на какую кнопку должен нажиматься. Честно говоря, не знаю. На эскейп нажимаю, вот, мемориус и сдаться, гивап. Но мы не будем сдаваться, мы пройдём полностью. Я думаю, что если что-то мы находим, это что-то сразу используется. Уточка, прям как в хитмане. Так, что у нас тут? Ванна. И смыть. Она подумала, значит, что-то там, что-то, как-то можно взаимодействовать с ней, но пока что я не знаю, как. Почему чистый человек? Название тоже такое странное. Непонятно. Но, думаю, попозже мы узнаем. Так, тут был ещё вот сюда. Вот выход, который я не проверял. Честно говоря, такое что-то интересное. Хоррор с элементами скримеров, я думаю. Ух ты! Мы можем спрятаться. А почему-то в эти... А, эти потому что закрыты. Это, честно говоря, интересно. Это наталкивает на ту мысль, что, возможно, за нами кто-то будет гоняться, и мы сможем спрятаться. Но это также и напрягает, если честно. Так, что у нас тут? А тут, видите, ванная забитая какой-то жёлтой рычевыною. То есть, веществом. Что у нас тут? Туалеты. Какие-то огромнейшие туалеты. В этих туалетах можно, я не знаю, устраивать гонки. Формулу-1 и подобное. Какие-то огромные туалеты. Блин, вот знаете, что мне всегда страшно? Что меня пугает в хоррорах? Это узкие длинные коридоры. Я не знаю почему, но они создаются с самого начала того момента, как я начал в хоррорные игры играть. Что это такое? Какая-то штука. Это мужик, который светится. Странно. Опа. Мы можем... А, это лампа. Мужик, который светится. Что я сказал? Лампочку мы забрали с собой. Наверное, её где-то надо будет использовать. Но где? Библиотека, библиотека. Флюоресентная. Слушайте, а давайте подождите. Давайте попробуем включить теперь. Она включится или нет? Так. Нет, не включится. Не знаю. Но фиолетовое свечение придавала эта лампочка. Так. А тут закрыт. Ну, это неудивительно. Блядь, музыка исчезла. Фу, блин. Когда музыка исчезает, обычно это очень напрягает, если честно, друзья. Я думаю, что всё будет нормально. Так. Давайте попробуем сюда подойти. И может быть что-то с лампочкой ты сделаешь. Нет? Нет. Она не хочет ничего делать. Это очень странно. Загадки. Одни загадки. Слышите, может вкрутить лампочку сюда? Хм. Тоже подумала. Блин. Я без понятия, если честно. Мне кажется, что я что-то очень плохо осмотрел. На какую же кнопку понять, где у тебя инвентарь? Не на какую. Ладно. Давайте осмотримся более лучше. Может быть я что-то пропустил. Не знаю, для чего эта хрень налить туда что-то. Непонятно. Так, ладно. Надо всё осматривать. Всё более детально. Тут ничего нету. Там я сохранился. Лампочку выкрутил. Может стоит вернуться обратно? Давайте сейчас ещё сюда посмотрим. Так, ну там мы спрятаться можем, я знаю. Может быть ящики? В ящиках что-то. Ой. Ух ты. То есть я и тут спрятаться могу? Мда. О, о, что это? Что это? Я не мог... А, во. Пароль? Какой пароль? Я даже не... Я даже... У меня даже мыслей нету никаких. Какой-то может быть пароль. Какой-то... Какая-то хрень выпала. Окей. Так. Подождите. Давайте... Давайте ещё более детально может осмотрим. Ничего не ясного. Далее игру, играй и всё. Наслаждайся. Тем, что ты даже не знаешь, что делать. Но я думаю, что эта лампочка должна куда-то вкручиваться, как мне кажется. И после этого мы увидим скрытые надписи, может быть цифры. Так, тут ничего нету. Может... Нет, обратно она уже не ставится. О, слушайте. А я-то тут дверь не проверил. Куча записок. Во. Смотрите, какая яркая комната цвета мочи. Мне кажется, сюда надо будет... Да, сюда надо будет лампочку вставить, но... Я не могу, кстати, ничего открыть. И тут должен быть код, мне кажется. Вы... Вы... Бля, хамуха. Разорвала на куски. Так. Да. Фиолетовая лампочка. Или лиловая. Мы включили. А вот и номер. Только надо вот эти ящики посдвигать. Я не... Я не вижу. Один... Девять восемь восемь. Я и... И как? Подождите. Девять восемь. А, надо записать. Что, друзья, самое интересное, что там и не один может быть. Ну ладно. Один... Девять... Восемь. И там я не знаю, либо девять, либо восемь, либо ноль. Но мне кажется, девять. Девять восемь. То есть... Блин, я не понимаю одного. Почему же я ящики эти не могу подвинуть, чтобы увидеть, что там написано? Как же мне ориентироваться? О, боже. Ладно. Окей. Ящики? Ну, ни в какую не двигаются. Может быть, как-то... Нет, они не двигаются. Хрен его знает, что там написано. Ну, да ладно. Хотя бы хоть... Хоть что-то мы нашли. Сейчас попытаемся. Но мне кажется, я... Просто-напросто... Неправильно введу, и все. Так. Сколько же тут номеров? Тут, мне кажется, даже больше, чем мы увидели, да? Так. Ну, у нас шесть всего лишь. А тут... Раз, два, три, четыре... Фу, то есть... Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, там, да. Там надо как-то отодвигать этих хрений, потому что... Я не знаю. Я в упор не могу понять. Мы толком не видим даже цифру. Знаете, как мне кажется, я где-то видел в какой-то игре, вроде в Привет Шарлотте, я видел, что если мы... У нас есть хоть какие-то числа, мы можем остальные числа на обум ввести. Но по какой... По какому этому? Откуда? Вот один, два, три, четыре, вот так вот, да? Потом пять, шесть, семь, восемь, да? Вот так, что ли, или как? Ох, это жесть будет. Итак, друзья, если кому понадобится этот пароль или код... Вот какой он. Так что, я думаю, вы записали, и... Всё, отлично. Что мы находим? Мы находим какую-то хрень, которой... Можно чесать свою задницу, свою, да, или чё? Ну, я думаю, этой штуке есть одно применение, и оно, наверное, вот тут вот. Нет? Чё-то она говорит, нет. А, ну вот, она сейчас оттащит. И эта вся жидкость уплывёт куда-то по трубам. Только зачем это делать? То есть мы взяли эту штучку, да, которую затыкают в ванну. И что? Теперь нам надо пойти в ту комнату, вставить её. И чё, набрать воды? И покупаться? Что мы плохо пахнем? У нас воняют бульонные куриные ножки, или что? Мы налили водички. Нет? Она говорит, нет. Я, говорит, не хочу это делать. Вот это, видишь, ты. Эх. Я хотел попробовать. Угу, угу. Вот так вот. Да, затыкай. Всё, отлично. Вечеринговую. Может быть, уточку взять и положить? Или чё? Для чего это? Я не понимаю. А ну-ка. Уточка не берётся. Чё дальше-то? Я набрал воды. Окей. Чё дальше? Я не могу... Ты же покупаться не могу. Опа. Опять этот кот саран. Да я сейчас утоплю просто. Ты понимаешь меня или нет? Мне кажется, если я сейчас выйду, он меня сам утопит. Потому что это демонический кот. Какого хрена ты, кошара, тут натворил? Ключ. Ключ, наверное, от того, чтобы нам выйти. Ну, а какой был смысл? Я не понимаю. А, то есть он разбил кувшин. А в кувшине был ключ. Давайте, друзья, сохранимся. Потому что я не знаю, что будет дальше. Вдруг меня ещё кто-то завалит. Но ключ от какой комнаты может быть? От одной. Единственной. В самом конце. И всё. Вот. Я так и знал. Я так и знал. Быстрее. Девочка моя. Кто-то там вылез. Ноу. Почему нет? Нет. Кое-кого ответ. Я спрятался или что? А, нет. Это девочка, которая всё дёргает. И непонятно, что она делает. С бутылками играется. С кетчупами. Бутылка с под пива. Или что? Кружка, кружка, кружка. Кружка. Мучение кружки. Это симулятор какой-то. Дёрганье. Так, мы берём ножницы. И что? Мы с этими ножницами подстрижёмся? Или убьём монстра? Холодильник. Да, знаешь, я одно мог бы сказать. У тебя дома как-то очень всё странно. Всё серо. Ничего не работает. Миска. Миска, да? Для кошки. И сюда, наверное, надо... А, я понял, для чего нам надо ножницы. Коту, короче, похавать. Но, блин, надо куда-то наложить эту еду. Я так понимаю. Нет, она говорит. А мне надо какую-нибудь кастрюльку. Ой, бляха-муха. Шо ж ты так стучишь-то? Это она так стучит? Или что? Я не понимаю, для чего это. Так, тарелка там. Во что ты будешь еду накладывать котячью, а? Ну ладно, пофиг. Сейчас посмотрим. Сейчас будет пипец. Пипец. Воу. Воу-воу-воу. Этот чувак, походу, вылез из ванной. О, боже. Ой-ой-ой. Ёб твою ж. Меня схавали. Он взял меня за бошку и проглотил. Не стоило мне сюда подходить. Ну, по крайней мере, мы увидели, что тут есть смерти. Да, и умереть, походу, тут очень легко. Давайте попробуем дальше. Короче, как я понял, нам туда лучше пока что не идти, потому что в любом случае он меня сжирает. Я ничего не могу сделать, но мне кажется, что игра просто линейная, и надо линейно делать то, что она просит. Давайте подойдем еще раз сюда, сохранимся. Нам надо задача... О, смотрите, задача, видите, уже поменялась. То есть коту надо еда и, походу, вода, как я понял. Когда мы сохраняемся, нам дают небольшие подсказочки. Окей. Слушайте, а ну-ка, стойте. А вот эта штука не возьмется сейчас? Нет, никак не берется. Ладно, нам надо идти обратно и обыскивать, я не знаю, очень хорошенько ту комнату. Я думаю, эта игра, в принципе, не такая уж долгая, как и остальные игры, которые мы берем. И нам надо что-то тут найти. Что-то... Что-то, во что бы мы корма смогли бы наложить. Вот эта вот склянка, вот она мне как-то что-то как-то не имеет. Может быть, сначала надо подойти к мискам, да? Но тут тоже ничего нету, абсолютно ничего. Сначала, походу, надо одно действие сделать, потом другое. Что, ну, в упор ничего не берется. Видите, как бы, бред какой-то. Куда бы я ни подошел. Никакой хрени, в которую я бы мог насыпать. И эта хрень еще... Он сверху еще какая-то тоже миска, может ее как-то достать. Вообще, карандаш непонятно для чего. Ничего не понимаю. Друзья, игра настолько тупорылая, что, короче, я стоял, долбил кружку. Ну, просто вот как вот так, вот как бутылка. Может, это сейчас бутылка тоже? Нет, с ней ничего не происходит. Я ее взял. То есть, надо не один раз, не один раз просто подходить и долбить, и долбить, и долбить. И в итоге она каким-то образом возьмется. Вот в чем прикол. Я вот эту штуку тоже думаю, для чего-то надо. Ну, ладно. Хорошо, что мы хотя бы взяли кружку, и этой кружкой, может быть, корм получится набрать. Или воды. Ну, в принципе, я понял, где воду нам надо набирать. Нет, кружкой этой ничего не получается. Сейчас попробуем водички набрать. Короче, вот разработчики... Вот не люблю таких людей, разработчиков, которые берут, и чтобы надо миллион раз проклацать. Вот видите, хотя нет, видите, не получается. То есть, кружку, я не знаю, взял я ее и не взял, или игра не проработана. Или что-то вообще, какая-то просто, какой-то эдитизм, маразм. Я уже не знаю, что все сделал. Я оббежал, что я только не трогал, не осматривал. Но не получается, в упор не получается. Кружка, вот я сейчас вроде как взял, да? Но ее нету. То есть, я подошел к воде, попытаться ее использовать там, но ничего не получается. А тут в других местах тоже ничего не получится, потому что, ну, бред какой-то. Я не представляю. Может, она глючит, лагает, хрен его знает. Короче, друзья, получилось у меня. И я взял ту хрень от насекомых или типа такого и прошел. Опять же, посмотрев в ютубе, как чувак именно это сделал. Там надо было именно по шашку идти. То есть, не бежать, а по шашку так вот аккуратненько. Это, блин, вообще, я просто уже, просто, ну, не знал, что уже делать. Вот эту штуку, походу, я не знаю для чего, но мы, походу, добавляем сюда воду. И теперь только, вот, наверное, только сейчас мы сможем пойти взять ту кружку и взять воды. Только я одного не могу понять. То есть, мы убьем своего кота, и зачем, непонятно. Ну, давайте попробуем. Просто я уже что только не переделал, но оказывается, вот что надо было взять. Вот, пожалуйста, кружка эта берется. То есть, почему раньше нельзя ее взять? Насколько это странно. Не люблю такие игры, в которых линейность играет. Люблю, когда можно все сразу взять, как в квестах, например. Идешь, и ты такой, хоп, а вот это сюда применить, это сюда. Да, а тут, ты же так запутаться можешь, как я не знаю, кто и пипец. Не, да, ну, набираем мы воды. Не знаю, что тут за пипетка была. Ну, вроде как, от каких-то насекомых. Но, я думаю, что если добавить эту хрень в воду, даже не знаю. Наверное, можно сдохнуть, как бы, вот и все. Хотя, может, это какая-то специальная хрень, которая очищает воду. Без понятия, не знаю. Ладно. Наливаем воды. Я уже просто даже знаю, что надо делать дальше, так как... Ну, уже понял смысл. А вот и котяра. Мяу, я тебе сейчас как помявка, падла, поскольку. Скоро, как наверно. Так, и вот это теперь хрень. Бэмс, 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 бэмс. Во, кошачий. Лоточек. То есть, она не могла даже в кружку насыпать. Это же сухой корм. Че тут бояться-то? Для каждого надо свое. Ну, да ладно. Набираем. И можно идти отдавать. Блин, надо было бы сохраниться, конечно же. Потому что неизвестно, что там дальше будет. Но сохранялка далеко слишком находится. Ну, находится. То есть, мы во сне должны покормить кошку. Отлично. А, вот и котяра. Так, ну, кушай. Кушай, дорогой, слушай. Ну, че? Не хочешь жрать? Я тебя сейчас удавлю. Утоплю в этой миске. Просто, мудак. Я тебе готов жрать 20 лет. Ты видишь, как... Как я измучился просто. А ты жрать не хочешь, да? О, ничего. А вот это уже не очень хорошо. Воу-воу-воу. Мне кажется, друзья, надо пойти и спрятаться. Причем спрятаться в быстрой форме. Ничего не происходит? Вроде пока все нормально. Но надо пойти сохраниться. Вот это... Вот о чем я говорил. Блин. Зараза, конечно, сейчас... Сейчас мы должны... Сейчас мы как раз узнаем, что нам надо делать дальше. Я уже думал, у меня бак какой-то. А тут, оказывается... А тут ни грена не изменилась. То есть... Блин. Че-то, че-то... Ну, че-то поменялось, ну. Так. Так. Не, сюда я не хочу заходить. Но комнаты сдвинулись, как вы можете заметить. Давайте посмотрим, может быть, что-то изменилось. Что-то я активировал, а может быть и нет. Давайте попробуем коту обратно пойти. Может, он похавал, и комнаты сдвинулись из-за этого. Или он умер. Может быть, кот это олицетворение зла какого-то. А, вот, смотрите. Выпала аптечка. Шприц. А вот этим шприцом, походу... Ох, ёпт. Походу, кот там... Уже монстром стал каким-то. Ох, боже. Твою ж дивизию. Мне страшно сюда заходить, на. Твою ж дивизию. О, разорвало. На куски, что ли? Или что? О, боже. Что за игра? Теперь мы набираем белые жидкости. Шприц. Вау. А вот это уже нехорошо. Вот теперь я, думаю, буду сваливать. Блядь. Твою мать. Я гомункула вырастил. А, твою ж дивизию. Вот это интересная вещь. Так, сваливаем. Ну его нафиг. Это уже реально какой-то монстр хором. О, блядь. Твою мать. Убегай, убегай, убегай. Без требуя. Да, я же убегал. Вот это пиздец. Вот это реально страшно. Блин, а что ж нам делать? Так я... Так и дверь закрыта была. Охренеть. То есть нам надо как-то убегать, чтобы спрятаться и он... Ох, жесть. Проколодавшийся кусок говна. А ну-ка сейчас попробуем спрятаться. Так. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь. Твою ж дивизию. Что это за говно? Ждём. Не, вот если честно, я не видел пиксельных игр, в которых вот так вот можно было прятаться. А он стоит, он не уходит даже. Охренеть. И он не уйдёт. Вот в чём прикол, походу. А-а-а. Зараза. Из-за коробки там нет смысла тоже прятаться. Я понял, что с ним надо делать. Его надо к тому чуваку приводить, который в ванне лежит. И он, может быть, его сожрёт, не знаю. Просто, ну, выборов больше нету. Будем смотреть. Ах, блин. Всё. Я догнал, как его надо проходить. Просто по самой низкой хрени надо бежать, чтобы он просто не успел. Просто-напросто не успел. Но, реально, это, мне кажется, лишнее было. Что можно было бы делать в этой игре. Вот так вот надо было. И теперь, я думаю, что вот эту хрень белую надо наливать сюда. Боже. Она реально похожа на какую-то малофью. Всё, проход открыт. Я столько намучился. Это жесть. И тут тупик. О, ёп. Стучи, стучи. А-а-а. Неужели услышали? Глухие детери. Блядь, беги. Беги, родная. Чё там, чё там? Конец сейчас. Сто процентов, как всегда. Первая глава закончена. То есть, вот такая вот игра. Chapter 1 End. Эта игра вышла в 2000 на... Каком-то там хрен знает каком году. Она, наверное, в 2015. Потому что я видел летсплетчики, которые были 9 месяцев назад выпущены. Так что, я думаю, либо вторая глава разрабатывается, либо хрен его знает. Так что, с вами был Bloodlinus. Если вам интересна эта игрушка и вы хотите дальше продолжения, можно, в принципе, подождать. Напишите лишь комментарий, что вы хотите, чтобы я прошёл её. Закончилось, конечно же, всё так вот. И не начавшись ещё толком. Так что, с вами был Bloodlinus. Ставьте лайки, подписывайтесь. И смотрите видосики. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok